Приветствую друзья, я Виталий Портников. В Кремле все громче говорят о том, что газопровод Северный поток-2 будет достроен до конца текущего года. Об этом говорил в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент Владимир Путин. Об этом говорит и энергетический вице-премьер России Александр Новак. Газопровод будет достроен и будет использоваться по назначению. Разумеется, это демонстрация силы российских возможностей перед предстоящей встречей президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации. В Москве хотят показать, что Джозеф Байден не должен рассчитывать на американские санкции против Северного потока-2, что санкции могут вводиться, а проект все равно будет осуществляться. И президент Владимир Путин в этой связи уже говорит о том, каким в принципе может быть транзит по украинской газотранспортной системе. Россия, мол, готова продолжать этот транзит, однако Украина должна деньги использовать по назначению. Например, не продолжать расходовать средства на украинские вооруженные силы. И это, конечно, еще раз свидетельство того простого факта, что в России связывают продолжение газового транзита по украинской территории с тем, что Киев согласится выполнять политические пожелания Москвы. В этой связи министр внутренних дел Украины Арсеноваков говорит о возможности диверсии и террористических актов на украинской территории для того, чтобы подорвать украинскую газотранспортную систему. В этом, конечно, есть своя логика. Западные страны утверждают, что могут согласиться с началом работы газопровода Северный поток-2 только в том случае, если Россия пообещает продолжить транзит по украинской газотранспортной системе. Об этом не раз говорили ведущие европейские политики, в том числе и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Москва может, разумеется, все пообещать. Может даже подписать соответствующее соглашение. А потом украинская труба просто взорвется. Ну, что-то с ней там случилось. И таким образом все соглашения, под которыми будут поставлены подписи сопоставленных российских чиновников, в том числе того же Александра Новака, просто потеряют смысл. Ну, нельзя же транспортировать газ по трубе, которой нет. И которая чинится. И которая ремонтируется. Однако на месте Арсена Авакова я бы думал не о террористических актах и диверсиях на украинской территории. Я подумал о том, что труба может таким же образом легко поломаться и на территории самой Российской Федерации. Для этого даже не нужно устраивать диверсию или террористический акт. Ну, просто там что-то пришло в негодность. Какая-то часть оборудования. Или действительно трубу подорвал какой-то неизвестный диверсант. Может быть, украинский экстремист, который таким образом мстит России за строительство Северного потока-2. Это могло бы показаться фантастикой, если бы подобная тактика в свое время уже не применялась во взаимоотношениях России из Туркменистана. Когда у Туркменистана возникли свои требования относительно дальнейшей транспортировки туркменского газа по территории Российской Федерации, газопровод, через который транспортировался этот газ, просто перестал работать. Был закрыт на ремонт. И ремонтировался ровно до того времени, пока Москва не достигла договоренности с Шаххабадом. Разумеется, скорее на российских, нежели на туркменских условиях. И кто сказал, что такого рода сценарий не может применяться к Украине? Потому что зачем вообще нужны были все эти обходные газопроводы, которые стали активно сооружаться примерно со времени, когда президентом Российской Федерации стал Владимир Путин. А если быть совсем точным, со времени, когда соратники Владимира Путина получили контроль над российским акционерным обществом «Газпром», когда было сменено руководство «Газпрома» и на смену старой еще постсоветской элите газовиков пришла команда путинского соратника Алексея Миллера, который, собственно, и руководит «Газпромом» по сей день. И превратила «Газпром» в кошелек российского президента и его ближайшего окружения. Вот, собственно, тогда была поставлена простая задача – строить обходные газопроводы. Обходные именно в обход Украины. Эти газопроводы стали строиться. Одновременно был установлен контроль над белорусской газотранспортной системой, которая, как известно, Беларуси не принадлежит, а принадлежит как раз «Газпром». И все остальные стройки были исключительно делом времени и техники. Вот сейчас мы видим, как достраивается последний такой газопровод – «Северный поток-2». Все это, разумеется, не означает, что Россия откажется сразу же после завершения строительства «Северного потока-2» от украинского транзита. Как я уже говорил, скорее всего, не только не откажется, но гарантирует то, что этот транзит будет продолжаться даже после того, как «Северный поток-2» заработает. И вот под российские подписи будут получены все необходимые документы, нужные для того, чтобы уже достроенный проект стал реальным газопроводом, через который будет транспортироваться часть российского газа в европейские страны. Наряду с украинской газотранспортной системой, разумеется. А вот что произойдет потом? Это же и есть самое интересное. Произойдет ли диверсия на территории Украины, о которой говорит министр внутренних дел? Или произойдет поломка газопровода на территории самой России? Что, разумеется, осуществить гораздо проще, чем осуществить террористический акт. Хотя неизвестно. Может быть, в ведомственной борьбе как раз выиграет не «Газпром», а Федеральная служба безопасности Российской Федерации. И будет считаться, что совершить диверсию или теракт на территории Украины дешевле и интереснее, чем просто ломать газопровод на территории России. Это же свой газопровод, его за свои деньги придется чинить. А украинскую газотранспортную систему пусть чинят за свои деньги сами газовики Украины. Разумеется, до следующей диверсии или до следующего подрыва. И вот тогда мы столкнемся с ситуацией, когда россияне будут невозмутимо объяснять европейцам, что если они хотят получать нужные им объемы российского газа, то о украинской газотранспортной системе придется забыть. И придется также забыть о некоторых пунктах энергетической хартии, которая обеспечивает конкуренцию в поставках газа в Европу. Ну, просто до окончания ремонта украинской газотранспортной системы. И это, конечно, развяжет Москве руки. Ну, во-первых, развяжет руки с точки зрения дальнейшего давления на Украину. Экономического давления. Потому что Украина лишится сразу же всех поступлений от транзита, пока не будет окончен ремонт той части газопровода, которая придет в негодность на украинской или на российской территории. Ну и, кроме того, появится возможность военного давления. Потому что любая спецоперация на украинской территории и даже большая война в этом случае уже никак не будет связана с поставками газа. С опасностью заморозить Европу. С опасностью, что Газпром не исполнит свои транзитные обязательства и не сможет поставить достаточное количество газа европейскому покупателю. Так что Северный поток 2 это не про деньги и не про обязательства. Это про давление. И это давление не в трубе. Это давление на Украину. Спасибо. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него. Подписывайтесь также на мои социальные сети и на канал в Патреоне, который поможет нам развивать этот новый канал в Ютюбе. Удачи вам, господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова